Опыт не является реальностью. Махарадж. Ищущий. Тот, кто находится в поиске себя. Вскоре он обнаруживает, что не может быть своим собственным телом. Как только убежденность «я-не тело» укореняется так хорошо, что он больше не может чувствовать, думать и действовать от лица тела, он с легкостью обнаруживает, что он есть универсальное бытие, познавание, действование. Что в нем и посредством его, вся Вселенная реальна, сознательна и активна. Это сердце проблемы. Вы или телесно-сознательны, являетесь рабом обстоятельств. Или вы есть само мировое сознание и полностью контролируете каждое событие. Однако сознание, личное или универсальное, не является моим истинным обиталищем. Я не в нем. Оно не во мне. В нем нет меня. Я за его пределами. Хотя нелегко объяснить, как можно быть и не сознательным, и не бессознательным, а просто вне того и другого. Я не могу сказать, что я в Боге или что я есть Бог. Бог – это свет и любовь мира, свидетель мира. Я же даже за пределами мира. Вопрос. В таком случае у вас нет ни имени, ни формы. Каково ваше бытие? Я есть то, что я есть. Ни с формой, ни без формы. Ни сознательной и ни бессознательной. Я вне всех этих категорий. Вы придерживаетесь подхода «нети-нети», «нет» и «нет» и «нет» и «нет» и «нет». Вы не сможете найти меня через простое отрицание. Я в той же мере являюсь всем, как и ничем. Не всем вместе, не каждому в отдельности. Эти определения подходят для Господа всего мира, не для меня. Вы намерены сообщить мне, что являетесь ничем? Нет, что вы. Я полон и совершенен. Я есть бытийность бытия, познавательность познания, полнота счастья. Вы не можете сократить меня до пустоты. Если вы за пределами слов, о чем нам тогда говорить? Говоря с точки зрения метафизики, ваши слова едины, в них нет внутреннего противоречия. Но мне от ваших слов никакого проку. Они совершенно не касаются моих насущных нужд. Я прошу вас хлеба, а вы даете мне драгоценности. Они красивые, без сомнения, но я голоден. Это не так. Я предлагаю вам именно то, что вам нужно. Пробуждение. Вы не голодны и не нуждаетесь в хлебе. Вам нужна остановка, ослабление и хватки, распутывание. Вам не нужно то, в чем по-вашему вы нуждаетесь. Я знаю вашу реальную нужду. Не вы. Вам нужно вернуться в то состояние, в котором пребываю я. Ваше естественное состояние. Все остальное, о чем бы вы ни подумали, является иллюзией и препятствием. Поверьте мне, вам не нужно ничего, кроме как быть тем, что вы есть. Вы воображаете, что повысите свою ценность приобретением. Это подобно тому, как золото вообразит, что немного медиа улучшит его. Уничтожение и очищение, отказ от всего чуждого в вашей природе. И этого достаточно. Все остальное – тщеславие. Это проще сказать, чем сделать. Человек приходит к вам с болью в животе, а вы советуете ему опорожнить желудок. Конечно, без ума не будет и проблем, но ум здесь, и очень ощутим. Это ум говорит вам, что ум здесь. Не поддавайтесь на обман. Все бесконечные споры об уме создаются самим умом, для его собственной защиты, продолжения и распространения. За пределы ума вас может вывести только твердый отказ принимать во внимание его изгибы и судороги. Сэр, я смиренный ищущий, а вы есть сама высшая реальность. Ищущий приближается к высшему с целью просветления. Что делает высшее? Служите то, что я вам говорю, и не увиливайте в сторону. Думайте все время об этом и ни о чем другом. Добившись этого, отбросьте все мысли, не только о мире, но и о себе. Оставайтесь в недосягаемости мыслей, в безмолвном бытие сознания. Это не прогресс, поскольку то, к чему вы придете, уже есть в вас. Оно ждет вас. Значит, вы говорите, что я должен попытаться перестать думать и оставаться постоянно с идеей «я есть». Да, и какие бы мысли ни приходили к вам в связи с «я есть», лишайте их всякого смысла. Не обращайте на них никакого внимания. Я встречал многих молодых людей из Запада и обнаружил, что есть большая разница между ними и индусами. Похоже, у них совсем другая психика. Такие концепции, как «я», «реальность», «чистый ум», «мировое сознание», ум индуса схватывает легко. Они звучат знакомо. У них сладкий вкус. Западный же ум на них не реагирует или просто отвергает. Он конкретизирует и хочет сразу пустить все на службу общепринятых ценностей. Эти ценности часто личные. Здоровье, благосостояние, процветание. Иногда они социальные, лучшее общество, более счастливая жизнь для всех. Все они связаны мировыми проблемами, личными или безличными. Другая трудность, с которой очень часто сталкиваются все, кто общается с западными людьми, это то, что для них все является получением опыта. Как они хотят испытать на опыте еду, женщин, выпивку, искусство и путешествия, так они хотят и испытать йогу, реализацию и освобождение. Для них это просто еще один опыт, который можно получить за определенную цену. Они полагают, что такой опыт можно купить и торгуются. Если один гуру требует слишком высокую цену, в терминах времени и усилий, они идут к другому, который предлагает условия в рассрочку, очень легкие на первый взгляд, но украшенные невыполнимыми условиями. Это старая история, не думать о серой обезьяне во время приема лекарства. В данном случае надо не думать о мире, отбрасывая всю самость, удаляя все желания, соблюдая строгий целебат и так далее. Так обман происходит на всех уровнях, и результаты равны нулю. Некоторые гуру в полном отчаянии отбрасывают всякую дисциплину, не предписывают никаких условий, советуют отсутствие усилий, естественность, простую жизнь в пассивном осознании, без всяких шаблонов типа «должен, не должен». И есть много учеников, чей прошлый опыт заставил их так возненавидеть себя, что они не хотят даже смотреть на себя. И если в них не возникло отвращения к себе, они просто умирают со скуки. Они присытились самопознанием. Они хотят чего-то другого. Пусть они не думают о себе, если им это не нравится. Пусть они останутся с гуру, наблюдая за ним, думают о нем. Вскоре они начнут испытывать что-то подобное блаженству, совершенно новое, не испытанное прежде, разве что только в детстве. Этот опыт так очевидно нов, что он привлечет их внимание и возбудет интерес. Как только появится интерес, последуют упорядоченные дополнения. Эти люди очень циничны и подозрительны. Они не могут быть другими, пройдя через долгое обучение и разочарование. С одной стороны, они хотят опыта, с другой, не доверяют ему. Как учить их одному Богу известно. Истинное видение и любовь помогут достучаться до них. Когда у них появляется какой-то духовный опыт, возникает другая трудность. Они жалуются, что этот опыт не длится долго, что он приходит и уходит случайным образом. Получив леденец, они хотят сосать его все время. Опыт, каким бы тонким он ни был, не является реальной вещью. По самой своей природе он приходит и уходит. Самореализация – это не приобретение. Ее природа ближе к пониманию. Однажды получив ее, вы не можете ее потерять. С другой стороны, сознание изменчиво, текуче, подвержено трансформациям от момента к моменту. Не цепляйтесь за сознание его содержимое. Удерживаемое сознание прекращается. Попытка продлить вспышку прозрения или взрыв счастья разрушает то, что пытаются сохранить. Что приходит, должно уйти. Постоянное находится за пределами приходов и уходов. Идите к корню всего опыта, к чувству бытия. За пределами бытия и небытия лежит бескрайность реального. Пытайтесь снова и снова. Чтобы пытаться, нужна вера. Сначала должно быть желание. Если желание сильное, приходит воля пытаться. Вам не нужны заверения в успехе, если ваше желание сильно. Вы готовы рискнуть. Сильное желание, сильная вера – это одно и то же. Эти люди не верят ни своим родителям, ни обществу, ни даже самим себе. Все, к чему они прикасались, обращалось в прах. Дайте им один опыт, абсолютно подлинный, бесспорный, свободный от доводов ума. И они последуют за вами на край света. Но я только это и делаю. Без устали я призываю их внимание к одному неопровержимому факту – факту бытия. Бытие не нуждается в доказательствах. Оно само доказывает все. Если бы только они глубже погрузились в факт бытия и обнаружили безбрежное великолепие, дверью в которой является я есть, и вышли за эту дверь, их жизнь наполнилась бы счастьем и светом. Поверьте мне, требуемое усилие – ничто в сравнении с тем, что вас ожидает. Ваши слова верны, но эти люди не имеют ни веры, ни терпения. Даже короткое усилие утомляет их. Это жалкое зрелище – видеть, как они слепо нащупывают и не могут найти спасительную руку. Они в целом хорошие люди, но совершенно потерянные. Я говорю им, «Вы не можете получить истину на своих условиях. Вы должны принять имеющиеся условия». На это они отвечают. Некоторые примут условия, а некоторые не примут. Приятие и неприятие иллюзорны и случайны. Реальность присутствует во всем. Должен быть путь, по которому могли бы идти все, без обязательных условий. Такой путь есть. Он открыт для всех на каждом уровне, на каждом жизненном пути. Каждый осознает себя. Углубление и расширение самоосознания – это королевский путь. Вы можете назвать его осознанностью, свидетельствованием или просто вниманием. Он для всех. Для него готовы все. Никто не может проиграть. Но, конечно, вы должны быть не просто осознаны. Ваша осознанность должна включать в себя также и ум. Свидетельствование – это осознание сознания и его движений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok